Лыжи, танцы, полноценная работа. Пять лет назад она и не думала, что обо всем этом придется забыть. Наталья, по ее просьбе имя изменено, перестала полноценно жить после проведенной стандартной операции, не вдаваясь в сложную медицинскую терминологию по простому удаление шишки на стопе. Было предложено прооперировать обе ноги, объяснив это тем, что у меня имеется предрасположенность к образованию шишек на ногах, поэтому желательно сделать обе ноги, объяснив тем, что шишка на второй ноге образуется так же, как и на правой ноге. Операцию под названием ШД провели в клинике Антуриум. Вскоре у Натальи пошли серьезные осложнения. Нога деформировалась еще сильнее, чем прежде. Специалисты говорили, для восстановления нужна новая операция. Врачам пришлось вживлять в стопу металлические конструкции. После проведенной операции в Федеральном центре травматологии, то есть операция была очень глобальная, то есть когда я слышал звук пилы во время операции, то есть вот тогда, наверное, мне пришла мысль о том, что нужно подать в суд и все-таки каким-то образом восстановить правду. Подала в суд Наталья в прошлом году, но дело долгое. Сейчас один из самых главных этапов решается вопрос о проведении экспертизы. Нами было заявлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы в городе Москве. Предоставлены две экспертных организации. Суд отклонил наше ходатайство именно в назначении экспертизы в городе Москве. Удовлетворил ходатайство клиники Антуриум и назначил экспертизу судебно-медицинскую в городе Барнауле. Нам представители Антуриума ответили лишь официальным письмом. Оказалось, у клиники тоже есть вопросы к пациентке. Почему в суд она обратилась только спустя пять лет после операции? И почему не пришла на назначенную врачебную комиссию? В любом случае, отвечать на вопросы обеим сторонам придется в суде. А мы будем следить за развитием ситуации. Андрей Дреер, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...